Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 10 сентября, Православная Церковь совершает память праведной Анны Пророчицы, дочери Фануйловой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском. Святая Анна происходила из колена Осирова и была дочерью Фануйловой. Как показывает, самое имя ее Анна, с еврейского значит «милостивая», она была женщиную добродетельную. За свою благочестивую жизнь Анна была наделена даром пророческим. Достигшая глубокой старости, она, по слову Евангелия, не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Святая Анна принадлежала к числу тех благочестивых иудеянок, которые с нетерпением ожидали пришествия Мессии. Сюда был принесен младенец Христос Иосифом и Марией, дабы совершить над ним законный обряд. В это время Симеон Богоприимец взял младенца Иисуса на руки и произнес свое дивное пророчество о нем, сказав так «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля». Затем Симеон, обратившись к матери Господа, изрек ей сие пророчество. «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Вместе с Симеоном удостоилась встретить Господа в Иерусалимском храме и 84-летняя праведная Анна. После семилетнего супружества она лишилась мужа и с тех пор не отходила от храма. Она вела строгую, воздержанную жизнь и своим постом и молитвой служила Богу день и ночь. За это она удостоилась от Бога дара пророчества. В Святой Анне мы видим пример истинной вдовицы, достойной всякого уважения. По словам апостола Павла, такие вдовицы очень ценны в церкви для примера и назидания молодых жен. Праведная Анна являла собой образ святых вдов, дев и монахов, которые отказываются от всяких забот этого мира, чтобы полностью посвятить себя храму Господню, свидетельствуя постами, песнопениями и молитвами о горячем ожидании Спасителя. И когда они, как Анна и Симеон, узрят очами своих сердец Христа, пришедшего сотворить себе жилище в них, когда прикоснутся к Нему своим духовным чувствованием, тогда возвестят всем людям с радостью и верой, что Спаситель снова и снова возвращается в мир. Свет во откровение языков и слава людей его Израиля. Дожив до глубокой старости, святая Анна, подобно Симеону, с упованием ждала Спасителя. Она была очень внимательна к явлениям духовного значения и присоединила свой старческий голос к словословию Симеона во время встречи божественного младенца в храме. Проникнутая святым восторгом, она не ограничила свою проповедь стенами храма, а оповедала о Христе многим жителям Иерусалима, ожидавших, как и она, пришествия Мессии. В церковных молитвах святая праведная Анна прославляется, как всеми уважаемая целомудренная вдова, преподобная старица, новозаветная пророчица. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Моисея Мурина Иеромонаха, празднуется обретение мощей преподобного Иева Почаевского Игумена, чествуется собор преподобных отцов Киево-Печерских в дальних пещерах почивающих, преподобного Саввы Крыпецкого-Псковского, святой великомученицы Шушаники, княгини Ранской, священномученика Алексея Будрина-Пресвитера, преподобного мучеников Казанских, Сергия Зайцева-Архимандрита, Серафима Кузьмина, Лаврентия Никитина, Феодосия Александрова, Леонтия Корягина, Стефана, Георгия Тимофеева, Илариона Правдина, Иоанна Сретенского, и Сергия Галина, священномученика Александра Медведева-Диакона, священномученика Николая Георгиевского-Пресвитера, священномученика Василия Сокольского-Пресвитера, Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тиза именинства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех ваших добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето!